Радио Аврора Пока мы получаем наслаждение жизнью А эти наслаждения, они очень хорошо поддержаны Представьте себе, мозг еще небольшой И такой не очень хорошо развитый Вы не все понимаете А при этом чудесная регуляция поведения Если вы ведете себя как обезьянки То есть реализуете свои лимбические наклонности Врожденные обезьяни То вы получаете прекрасную поддержку От ваших внутренних эндогенных наркотических веществ Ваш мозг в ответ на ваше праздное и безобразное поведение Вырабатывает чудесные соединения Канабиоиды, опиоиды, окситоцин и прочее То есть иначе говоря Вы наслаждаетесь жизнью Именно поэтому в детстве Удовольствия особенно яркие Особенно запоминающиеся И настроение благодушное И вот это прекрасное время в конце концов проходит И проходит оно по-нехорошему То есть сначала у нас снижается формирование отростов В течение там 15 лет Пока не наступит половое созревание В этот момент мы живем как обезьяны За счет лимбической системы И небольшой-небольшой кусочек Примерно с 8 до где-то 12-13 лет У нас при формировании коры Мы, так сказать, можем называться отчасти людьми А потом, когда начинается половая дифференцировка Уже не совсем люди, а скорее обезьяны Потому что половые гормоны подчиняют весь мозг Своим задачам А до этого за счет лимбической системы Некоторые считают, что ребенок может созревать там в 3-4 года Не верьте это Это мелкое жульничество То, что человек может ездить на картинге В таком возрасте Не значит, что он даже может внятно написать Предложение из пяти строк Или из пяти слов То есть, иначе говоря, все нужно делать вовремя Об этом у нас было целых 11 передач И это вовремя определяется созреванием различных отделов мозга Но, в конце концов, это заканчивается И к 30 годам уже человек с зрелым мозгом Может приступать к некой синтетической деятельности Если, конечно, он до 30 лет хорошо потрудился Приобрел знания Различные навыки Научился думать Поэтому учится И учится и на примерах И подражая И показывая, и рассказывая И он все это умеет А не только, как в большинстве случаев Зарабатывать деньги Их тратить На пищу И на производство детей Вот если он кроме еды размножения И небольшого выпендрежа Связанного с тем, что он тратит деньги Не по назначению Еще что-то приобрел То после 30 лет Когда уже, как правило, людям поздно менять Для большинства случаев Это конец Вы канализовали свое время и свою жизнь И очень немногие Сохранившиеся хорошо Раз Обладающие поздным созреванием Два И имеющие колоссальное желание продолжать учиться Три Могут заниматься этим дальше А так Канализация По сути дела Очень сопутствующее слово Близкое К тому самому О котором вы думаете То есть Канализация Это значит Детерминация поведения И дальнейшей жизни И дальше Ничего интересного Поэтому Постарайтесь Сохранить способности К обучению Смотрим, что не получится Потом С 30 до 50 Более-менее Ситуация Плата Когда Количество гибнущих нейронов Очень немного И обычно Компенсируется Образованием Новых отростков И синаптических связей Которые После 50 лет Начинают Замещаться Если вы продолжаете Вести Канализационную жизнь То есть В рамках Той канализации Которую Сами себе Устроили До 30 Значит Что происходит Начинает Массовая гибель Нейронов И я уже об этом Многократно писал Говорил Это примерно 30 грамм За 10 лет Так что Если вы дотянете Лет до 80 То у вас еще На 100 грамм Нейронов В прямом смысле Этого слова Станет Меньше Еще раз Оговариваюсь Если вы ведете Канализованный Образ жизни То есть Ничего нового Никаких напряжений В рамках Найденного Способа Добывания Колбасы Ну и Обеспечения Репродуктивных Успехов Своих Своих Детей Тем не менее И это Заканчивается И Начинается Старость И вот этому Собственно говоря Сегодня мы Посвятим Большую часть Первой Половины Передачи Старение Мышления Собственно Этой главой Заканчивается Как вишенкой На торте Второй том Морфологии Сознания Кто захочет Почитать И Некоторые Смысловые Рассуждения И выводы Об этом Тот Познакомится С книгой Что же Происходит Когда начинает Старение Мышления Ну Понятно Что К этому Началу Активного Старения Все Подходит В разном Состоянии Если Вы Занимаетесь Только Размножением Добыванием Еды И Мелким Выпендрежем Обезьянь То Этот Процесс Обычно Идет Быстро Интенсивно И Я Многократно Приводил И привожу Сосудистые Системы Людей Которые Ни о чем Не думают И счастливо Живут Питаясь В рамках Средиземноморской Диеты Занимаясь Здоровым Образом Жизни То есть Бегая Прыгая Играя В луно Теннис Значит И так сказать Занимаясь Препровождением На каком-нибудь Особняке В Ницце Обычно Отсутствие Интеллектуального Напряжения Приводит К медленному Запустеванию Или По-научному Окклюзии Сосудов Головного Мозга Но не всех А маленьких Тех самых Которые питают Нейроны Поэтому У праздно Живущих Людей Не напрягающих Свой мозг С возрастом Сосудов Становится Так же мало Как у дореволюционных Извозчиков Нейроны Перестают Получать Своё Питание И постепенно Умирают То есть Это всё Сочетается Здоровым Телом Прекрасным Пищеварением И Глубоким Склерозом Как писали Об одном Советском Руководителе Всех Сосудов Головного Мозга То есть Маразм Глухой При сочетании Так сказать Достойной Качественной Жизни Ну Некоторые Продолжают Упорствовать Всю жизнь Занимаются Творчеством Причём Таким Который Идёт С надрывом Тут конечно Можно умереть От сердечных Болезней Но А если не Перегружаться То это даёт Свои результаты И тогда Как у профессоров Математики Учёных Писателей Художников Или даже Активных Творческих Подчёркиваю Творческих Политиков Не тупиков Которые Преобладают В этой среде Получается Так что Сосуды Получают Стимуляцию И Ангиогенез То есть Образование Сосудов Идёт Всю жизнь И тогда Собственно говоря Мозг Сохраняет Свою активность И в Срелом возрасте Что сочетается Как известно С половой Активностью Которая Тоже Продлевается Так вот Что же происходит Тем не менее При старении Ну Во-первых Нужно Сначала Сказать О самом Важном То что Сейчас Является Большим Бизнесом И По сути Дело Немалым Жульничеством А именно Это Очистка Мозга Значит Существует Масса Жуликов А прохиндеев Которые Наполняют В интернет Которые Как вот Этого рода Значит Скачут Вокруг Очистки Организма Хотелось Бы посмотреть Тот шомпол Которым Они будут чистить Организм Как ствол Пушки Так вот Почистить Ничего Не удается Почему Потому что Мозг Со временем Снижает Свои Медиаторные Функции То есть Метаболизм Глии Снижается Значит Соответственно Транспорт Пищи Из сосудистой Системы К нейронам И обратно Значит Появляются Неприятности Отложения Липидов То есть На самом деле Это Продукт Длинного Метаболизма Который Находится Внутри клетки В виде Например Липофуссина Или не только Липофуссина Там Несколько Соединений Но это Самое Заметное Просто По его Количеству Отложенного Липофуссина Внутри нейрон В который Обращаю Внимание Шомполом Не чистится Не пытайтесь Не получится По нему Даже можно Определить Возраст Человека Сколько Там Отложено Никуда Не денешься Липофуссин Накапливается И не выводится Ну и Соответственно Нейроны Снижают Свои функции Кроме этого Появляются Тельца Хирана И много Много Чего Еще Мелкой Пакости Которая К тому же Сочетается С гибелью Капилляров Соответственно Голодной Смертью Нейронов Их становится Поменьше Что же Происходит Ну вот Есть довольно Точные Исследования У старичков Старше Восьмидесяти лет Ну и Старушек Тоже Как вы понимаете Исследовали В неокортексе А это Нас интересует В первую очередь Четвертое Десятое Семнадцатое И двадцатьчетвертое Поля Количественно Ну чтобы узнать А сколько Собственно говоря В зрелом возрасте Нейронов Погибает Около Сорока Четырех Процентов Клеток Но это еще раз говорю Это речь идет О тех Кто украл Достаточно денег Чтобы Благородно Жить В Ницце Ничего не делать Ковырять в носу И обедать В хороших ресторанах Не беспокоясь О своей безопасности Которую Стерегут Специальные Дядьки Так вот Ну вот Почки сердца Может не выдержать Остановиться Так бывает У стариков Поэтому Надо учитывать Особенности Метаболизма Мозга Есть еще Особенности Значит Синаптические связи Между различными Нейронами То есть Те самые Синапсы Которые Содержат Информацию И позволяют Нам помнить Что бы то ни было После 80 лет Уменьшаются При этом В два раза Но не везде А это очень интересно Где же у нас Наступает Самое раннее Старение Ну Нетрудно догадаться Что кто первым Вскочил на подножку Поезда То есть Начал работать В детском мозге Тот первый И Отойдет В мир иной То есть Начнет Погибать В первую очередь Понятно Что это Лимбическая система Но это многие Замечают После 40 лет Когда возникают Проблемы С потенцией С интересом К другому полу С гормональной Активностью И прочее То есть Вот Это как раз Говорит о том Что в этих областях Это доказано В результате Масса исследований В первую очередь Начинают Нейроны Погибнуть Уменьшает скорость Образования Нервных связей То есть Лимбическая система Она как раз Очень чувствительна К этому Она маленькая И поэтому Старики Очень часто Бывают Так сказать Эмоционально Очень Лимбическая Лимбическая система Не обеспечивает Достаточно Эмоционального Восприятия Тех или иных Событий И вот Эта эмоциональная Тупость Стариков Это на самом деле Физиологический Процесс Который Отражается В поведение Снижение Нейронов Понятно Что тоже Нейроны Такой Как у меня Он Растет Всю жизнь И в старости Он становится Как у Буратино То есть Буратинизация Происходит При этом Если в юности В этом самом Носу Обонятельные Клетки Восстанавливаются Примерно Раз в 8 дней То есть Каждые 8 дней Новый нейрон Появляется Из там Обкладочных клеток Его отросток Вырастает В обонятельную Луковицу Как бы мы Восстанавливаем Обоняем То вот После 80 лет Уже 75% Людей Обонянием Практически Не обладают Только у 25% Сохраняются Возможности Воспринимать Так же хорошо Запахи Как и в юности Но все равно Не полностью Так как В младенчестве Почему? Потому что Еще и приемник А там запаховые Центры основные Располагаются В первичных Ядрах Лимбической Системы Ну значит Соответственно А в ней Там уже И функции Снижены И часть нейронов Погибла Поэтому Даже если Восприятие Сохранилось То Центральный Аппарат В общем-то Так отвратительно В общем-то В общем-то Все Отвратительно Но есть Кое-какие Вещи О которых Нужно Сказать И они Очень важны Дело в том Что Не все Отделы мозга Как вам говорил На протяжении 11 передач Созревают Одновременно Одни быстрее Другие Медленнее Ну и напомню Что самыми Неторопливыми В области Созревания Являются Ассоциативные Зоны Мозга То есть Это Лобная часть Нижняя лобная часть Поля там Чисто Человеческие О которых Я вам говорил Нижняя теменная Часть Максимально Изменчивая То есть Которой мы Еще будем Говорить То есть Есть чисто Человеческие Области Ассоциативные Которые Имеют у нас Огромный Размер В десятки Раз больше Чем у обезьян Даже самых Высших Которыми Мы Думаем И эти Ассоциативные Области Поскольку Чисто Человеческие Эволюционные Приобретения Они появились Довольно Поздно Ну и созревать То начинают У человека Уже только После рождения И никак Не раньше И вот В этих Полях Как раз Заложено Стариковский Потенциал На самом деле Потому что Ну пока Человек Носится Со спущенными Штанами По планете Земля Добывает себе Харчи Кормит Ими Ест Сам Кормит Детенышей Жену Или там Наоборот Мужа Не знаю Кто там Чего Добывает То есть Иначе говоря Пока Жизнь Занята Биологическими Процессами Эти области Обычно Не задействованы Какие там Ассоциативные Области Когда нужно Зарабатывать На хлеб Это все Понятно Но тем Не менее Иногда Некоторые Начинают Их Использовать Это Случается Не часто Но тем Не менее Случается И тогда Выясняется Что в этих Самых Полях Незадействованных В процессе Обычной Жизни Находится Довольно Большой Потенциал Какой Конечно Новых Нейронов Не появится Но там Огромный Потенциал Неиспользованной Морфогенетической Активности То есть Сами нейроны Не нагружались Вы что Ими думали Что решаете Все время Препытаетесь Применить Представление Пуанкары К окружающему Миру Да вряд ли Значит Или там Пытаетесь Какие-то Другие вещи Сделать Такого же Рода То есть Липофусина Там немного То есть Нейроны Живут На минимуме Дальше Что Сосудистая Система Если вы Иногда Все-таки Ими Пользовались Она Может быть Сохранена И тогда Тот Морфогенез То есть Образование Нервных Связей Которые Вы Можете Потенциально Этими Нейронами Организовать Оторвавшись От половой Системы От Корковых Центров Моторики Анализаторных Функций Зрения Слуха Вы Наконец-то Погружаетесь В культуру Мыслей Вот Это Для того Чтобы мыслить Но для этого Нужно Предыдущую Жизнь Учиться Это делать Иначе Будет Смешно Ну типа Того Как мне Иногда Там Говорят Про фотографии Какие-то Балбесы Говорят Надо Там Обрабатывать Потом Сложным Способом Цифровые Картинки Полученные Цифровой Камерой Ребята Ну Намотайте Хоть на палец Свою последнюю Прямую Извилину Представьте Себе Что делается Внутри Эти Камер И те Алгоритмы Которыми Они Преобразуются Как все Это уже Обработано Ваша Попытка Выжить Из Дохлой Кошечки Последнюю Каплю Алкоголя К сожалению Будет Всегда Неудачно А вот С творческим Мышлением Да С возрастом Если вы Поймаете Тот момент Когда все Остальное Стало уже Хереть Ассоциативные Центры Головного Мозга Продолжают Сохранять Свой потенциал Вы можете Воспользоваться Если сумели То есть У стариков На самом деле Те нейроны Которые Сохранились В их Мозгах На самом деле Они Сохранены Это очень хорошо И имеют Большее количество Отростков Они долгое время Образовывали Отростков Вообще Сохраненные У стариков Нейроны Имеют Большее количество Дендритов Чем У молодых Людей Именно поэтому Бабушки и дедушки С которыми вы пытаетесь Спорить на кухне Обычно находят Огромное количество Изысканных Аргументов Чтобы доказать вам Вашу неправоту Почему? Потому что Связей-то побольше Значит Ассоциативный ряд Который они могут Предложить для объяснения Своей иногда Совершенно дикой Точки зрения Намного лучше Чем у вас Вы согласиться Не можете Но и доказать Обратное тоже Вот этим Пользуются старики И Пользуются успешно То есть Теперь Подводим Некий такой Итог Нашему Старению Мозга Старению Мышления Если вы хотите В зрелом возрасте Сохранить мышление Продолжать Ползываться С удовольствием Головой Что очень важно Потому что без удовольствия Все как-то Пользуются А вот с удовольствием Мало И получать от этого Наслаждение В том числе Райское Вам надо научиться Использовать Мозг целиком А это значит В первую очередь Его Ассоциативные Центры То есть Те самые Которые Обычной жизни Не востребованы Научитесь Ими пользоваться Научитесь Ими думать И тогда У вас появятся Совершенно Другие возможности И тогда Когда половые Функции Увянут Зрить Зрение Ухудшится Слух Уменьшится У вас останется Богатый Внутренний мир Из ваших Мыслей Сложных Представлений И возможности Порассуждать Использовать Свой мозг Так Как вы Не могли Его использовать В молодости Ну вас все время Отвлекали Это понятно Поэтому Уважаемые Господа Старение Это не так Смертельно И воспользоваться Кое чем Можно Но самое главное Что для Сохранения Интеллектуального Потенциала Да и Репродуктивного Необходимо Все время Пользоваться Главой Причем Разными Ее отделами И двигательными И моторными Такими имеется Ввиду Сенсомоторными И зрительными И слуховыми Всем надо Нагружать Всю кору Чтобы заставлять Кровь двигаться По тем Центрам мозга Которыми вы Пользуетесь При балансе Этого всего Вы на долгие Годы сохраните Как здравомыслие Так и Хорошую работу Головного Мозга На этом мы Сегодня Свой кусочек Связанный Закончим Потому что У нас Очень много Вопросов И среди них Есть Есть Очень Интересный Слышал О людях Которые Могут Двигать Глазами По отдельности В интернете Есть пара Таких Видео Но те Где люди Скашивают Глаза К носу А именно Смотря Прямо Отвоит Один Том Другой Глаз В сторону Объясняю Как это Все Устроено Да Есть Особенности Есть Особенности Управления Глазами В общем-то Они Обычно Сочетаны То есть Глаза Двигаются Вместе Направо Налево Вверх Вниз Достигается Это в каждом Случае Шестью Мышцами Глазного Яблока Которые Расположены Прямо И еще Косые Есть Которые Позволяют Нам так Косенько Сдвигать По диагонали Глаза Это сложная Система управления И там у нас Есть одна Единственная Мышца В нашем Организме Где Нервное Волокно Приходит К каждому Мышечному Волокну То есть Как у Насекомых Потому что Движение Эта мышца Очень важно Снимать Недвижущиеся Предметы Микроколебания Ну сердцебиение Дыхание Движение Этих мышц Позволяет Нам видеть С вами Очень подробно И очень хорошо В деталях Предметы Потому что На самом деле Нам нужно Все время Изменение Контраста Чтоб что-то Видеть Как у лягушек Мы ничем Особо Не отличаемся Просто эти функции На себя берет Наше сердцебиение Дыхание Кровоток И вот эти Глазничные мышцы Теперь Насчет Отведения Этих мышц Есть разные Формы Сначала Индивидуальной Изменчивости Когда Ядра А каждое Ядро Каждой Этой мышцы Представлено В головном Мозге Они могут Иметь Разную Степень Автономности Раз Разные Размеры Два И соответственно Разные Связи Которые Синхронизируют Движение Голос Между ними Три Если Эти Особенности Совпадают Если Патологий Нет Никаких То да Действительно Один глаз Можно Фиксировать А в другим Можно Водить Это бывает Но обычно Это связано С теми Или иными Патологиями Или врожденными Особенности Строения Этих Ядер Есть Патологии Самих Мышц Когда У нас Некий Человек Запускает Некий Механизм Значит Как будто Он ведет Глаза Но при этом Один глаз Не ведет А другой Ведется Есть Такое Ну 6 мышц 12 мышц У вас Есть Соответственно 12 ядер То есть По 6 Каждой Половины Мозга Естественно Между ними Огромное Количество Межполушарных Связей Которые Интегрируют Движение Это Очень Сложный Процесс Который При малейшем Нарушении Дает Такие Вот Особенности Что В интернете Вам показывают Эти ужасы Я могу Получше Ужас Рассказать У меня Был Один Знакомый Который Занимался Всю жизнь Женскими Инфекциями И в конце Концов Получил Но это Было Еще в 60-е Года И поэтому Он уже Пожилым Человеком Перенес Операцию В котором Удалили Глазные Мышцы С обоих Сторон Это был Единственный Способ Его спасти Но после Этого Он еще Так Немножко Глазки На выкате Он Иногда И хранял Вывешивались Падали Вниз Особенно В ресторане Было Хорошо Когда Какой-нибудь Половой Видел Официант В смысле Видел Как это Происходит Обычно Он лежал Рядом Со столом В ужасе Мне Проходило Сначала Его Так что И такое Бывает То есть Это крайняя Форма Конечно Свящается Очень Редко В основном Это Те или иные Или Индивидуальные Особенности Размеров Ядер Или Это Результат Той Иной Подологии Кровозлияния Миленького Еще Чего Когда Разрывается Меж Между Глазничными Ядрами Управляющими Мышцами Связь То есть Это Ничего Страшного Нет Но Есть Особенности Возможно Ли развить Такой Навык Не надо Такой Навык Развивать Потому Что Есть Такие Фокусы Когда Человек Совершает Определенные Принудительные Движения Глазами Если Его Хлопнуть По башке В этот Момент Слегка Даже То Он Может Так Остаться Поэтому Не надо Баловаться С этим Делом Они У нас Синхронизированы Для того Чтобы Синхронно Воспринимать Движение Объектов Следить За Объектом Косоглазие Лечится Врачи Очень Хорошо Знают Как Надо Обращаться Учитывать Все Особенности Ребенка И Лечить Косоглазие По Стандарт Методика Никаких Чудес В этом Отношении Нет Значит Если Глаза Свободно Двигаются Да Есть Мене Что Научившись Двигать Глазами Свободно Друг От друга Может Тичнее Тичечно Частично Компенсировать Или Избавиться От Косоглазия От Косоглазия И так Избавят А вот Если Вы Научитесь Свободно Двигать Во-первых Это Очень Сложно Сдел Потому Что Надо Рассогласовать Эволюционно Древний Механизм Будет Ли При этом Хорошо Я Не Уверен Не Надо Трогать Автоматически Система Головного Мозга Иначе За это Придется Очень Дорого Заплатить То есть К сожалению Экспериментировать С такими Синхронизированными От рождения Формами Движения Особенно Глазных Яблок Я бы Не стал То есть Мне кажется Что это Довольно Опасно Тем более Печальный Отрицательный Опыт На эту Тему Есть Теперь Есть еще Один вопрос Очень Забавный Интересный Я С интересом К нему Отнесся Он Даже Не Связанный С вороной Но Тем Не Мне Один Из Читателей Прислал Такое Письмо О том Что Спросил А вот Ну Я Занимаюсь Эволюцией Гоминито То есть Ну Комо Сапиенс Эволюция Их Мозга Ну И вопрос Такой А вот Экспериментальной Эволюцией Как нибудь Увлекаюсь я Или нет Ну Не то Что Увлекаюсь Но Кое-какие Подходы Есть Кое-какие Эксперименты Конечно Проводятся Я сейчас Объясню О чем Идет Речь Процесс Процесс Экспериментальной Эволюции Расчетами Расчетами Должен Соответствовать Введенным Изменениям Вот эти Два Критерия Для Экспериментальной Эволюции Гоминид Вполне Подходят Как К физике И к химии И ко всему Остальному То есть Ну Мне всегда Они спрашивают Ну вот Но это Пустые Рассуждения На самом деле И Какой-нибудь Простенький Пример Ну давайте Приведем Пример Когда я готовил Передачу Я готовил Несколько Заранее Обдумывая Ваши вопросы Которые Оставить Которые Нет Там еще Не все События Произошли И поэтому Это особенно Будет Интересно Ну вот Попробуем Разобраться Представим Себе Такой Простенький Экспериментик На уровне Школьного Практикума По физике Ну то есть Когда нужно Соединить Сопротивление Проводники И получить Некий Результат То есть Очень Простой Это никакая Неглобальная История Ну допустим Что мы Такой Экспериментальную Эволюцию Гоминид Простенький Учебный Школьный Пример Проведем Ну вот Возьмем Для опытов Такую Страну Как США Хорошая Страна Большая Вот И Как известно Салливан Недавно Объявил О такой Важной Вещи Как Доктрина Байдена Но это То что Они Все Главные Начальники И будут Делать То что Считают Нужно И правила Все Устанавливают Будут Они Ну хорошие Ребята Согласен Но это Ж Многим Не нравится И Представим Себе Умозрительный Эксперимент Что Вот Какая Нибудь Своеобразная Страна Которая Входя Из Теории Эволюции Гоминид Мы Значит Рассматриваем Те Механизмы Искусственного Отбора Которые В США Работают Сейчас Там Работает Много Механизмов Искусственного Отбора Которые Приведут Вполне Закономерному Церебральному Сортингу Напомню Что Церебральный Сортинг Это Не Всегда Отбор Позитивного Как Правило Это Отбор Того Что Сейчас Наиболее Биологически Эффективно А не То Что Хорошо Ну вот Исходя Из этих Позиций Кому Интересно Почитать Как Это Все Работает Почитайте Книжку Церебральный Сортинг Ну после Нищеты Мозга И тогда Вы во всем Разберетесь Так вот Злой профессор Говорит Хорошо Ребята Значит Сколько там США Может Стоить Ну хорошо Один процент От ВВП США И Сейчас Начнем Нашлись Средства И он Начал Предлагать Ну во первых Знаменитая История Тут же Берем готовый Материал Того же Дерека Шовена Который Придушил Известного Наркомана Рецидивиста Насмерть Две недели назад Когда еще Обдумывал вопросы Его еще Решения Суда не было Я бы На месте Злого профессора Предложил бы Вкатать ему Шовену Лет сто По совокупности Чтоб не вышло Никогда Но оказались Американские власти Оказались еще лучше Они ему Вкатали Сороковку То есть Как я Слышал Это понятно Почему Почему Нужно было Приложить Большие усилия Как вы понимаете Крупнейших Специалистов В мире По В области Площа и кинжала Это Петрова Баширова Чтобы ему Вкатили 40 лет Ну потому что Полицейские Должны Забояться Потому что Полицейские В Америке Вот где Там уже Не был Больше 20 лет Это был Некий Столб Законности Обвешанный Всякими Железками Револьвертами И всякой Фигней На которую Страшно Смотреть С покромным Пузом И с уверенным Физиономия А сейчас Там в Миняполисе Из 800 200 Уже ушло В отставку Преступность В том же Самом В Портленде Увеличилась 250 раз То есть Если давать Такие Срока Полицейским За то Что они Выполняют Свою работу Вполне Понятно Что внутри США Будет Нарастать Что Недовольство Но этого Мало Скажет Любой Это долго Будет Развиваться Несколько лет Как бы Ускорит Ну тоже Понятно Вот сейчас Там Мексиканца Придушили По ошибке Наркомана Какого-то Негритянского Пристрелила Женщина Отлично Значит Что происходит Это же Безобразие Безобразие Конечно Должно Возмущенное Население Что должно Как принято Среди Африканских Народов Желательно Бы их съесть Где-нибудь В Централ Парке Под музыку С приглашением Лучших Голливудских Режиссеров Потом Окружить Всех Поймать И тут же Отпустить И дать им Всем содовый Чтобы изжиги Не было Вот тогда Станет понятно Всем полицейским США Что Что будет Их не только Будут увольнять И сажать Давай по 40 лет Их еще будут Просто запросто Есть Ну и тут Как вы понимаете После этого В полиции Никого не останется И тут уже Не в 250 раз Преступность Возрастет А в 2500 Как вы понимаете А поскольку Африканского Населения Около 15 Процентов А остальные Это Или метисы Или белые Которые Отлично умеют Стрелять Вы понимаете Что начнет Происходить В Америке Будет массовые Грабежи Душегубство Стрельба То есть Гражданская Война Заказ Всполнен Иначе говоря Экспериментальная Гоминидная эволюция На этом простом Примере Она может Дать большие результаты Вопрос Чего мы хотим Понятно Что на первом этапе Это будет Полное безобразие И искусственный отбор По отрицательному принципу Ну а потом Естественно Когда Тех Кого больше Возьмут власть Обратно в свои руки По новому принципу По положительному Когда будут Отбирать Уже совсем не тех Кого отбирали раньше То есть Это качели Эволюционные Они идут всегда Это гоминидные Законы Никуда не денешься Кто их пытается Нарушить Тот значит Соответственно Попадает В эти жернова Поэтому Убийство Там Наркомана Флойда Оно никого Не интересует Интересуют Эволюционные Процессы Глобальные Отсроченные Они будут Вот такими При этом Не имеет Никакого значения Будут все Об этом Знать Или нет Потому что Поверить в это Довольно сложно Пока не произойдет В общем-то Вот это и называется Моделирование Гоминидной эволюции Хотя Может быть И в более Простых Ситуациях Намного Более Невинных Просто Здесь Совсем Очевидная Ситуация И ясно Что к чему Она приведет Остается Только Любопытничать Что будет дальше Но это О вопросе О экспериментальной Гоминидной эволюции Которой В общем-то Иногда Не грех И позаниматься Хотя Всякую Животину Жалко И такими вещами Лучше Не баловаться Значит Есть новости Очень интересные И очень полезные Они связаны Например С тем Что Наконец-то В университете Амстердама Спустя 15 лет После нашей Публикации С Владимиром Рудольфовичем Алефановым Статьи Про тираннозавра Переописание Его мозг Тамошним Ученым До них Дошло Они провели Анализ скелета И сказали Что он Видимо Двигался Со скоростью Не больше 5 км в час Ну максимум Там До 10 Разгонялся Мы об этом Писали 15 лет назад Что ясно Из его мозга Это существо Было совершенно Ясным Пробродильщиком И падальщиком И вся эта Голливудская Ерундистика Когда там Динозавры Гоняются За мелкими Динозаврами Которые Носится Как угорелые Как лучшие Спринтеры На олимпийских Играх Голливудские Сказки По многим Причинам Мозги не были К этому Приспособлены Долго Об этом Рассказывать Ну а второе У рептилии Вообще-то Гликолитическая Мускулатура Она как у Воробьев Которых Китайцы Просто им Не давали Садиться В течение 15-20 минут И они умирали Так китайцы Уничтожили Всех воробьев Но поскольку Китайцы Отличаются Высоким интеллектом Они это сделали Поскольку Воробьи Клевали зерно А потом Выяснилось Что насекомые Которых собирали Воробьи В основном Они зерно Они съели Их все урожаи Ну Как китайцы Были голодные Стали просто Еще голоднее Ну может быть Поумнее Ну так обычно Бывает Ну вот Так что С тираннозавром Я очень рад Что спустя 15 лет На западе Пришли к тем же самым Выводам Что мы на основании Исследования Их мозга Хотя там В общем Вещь Вещь очевидная Есть еще более Смешная Сумасшедшая вещь Значит Психиатры Психологи Собрались все вместе Еще представители Каких-то фондов Видимо Которые деньги Отмывают Через эти проекты И сообщили Человечеству Что Гомо Сапиенс Сапиенс Обладает 267 Семью генами Которые ответственны Не хухры-мухры А за Творчество Это полнейшая загадка Как они связали Творчество И гены И почему они Это считают Это совершенно Невообразимо Но тем не менее Такое утверждение Есть И Мол Дети гены Их количество Генокопий Которые находятся В геноме Каждого человека И влияют На память И обучение Человека Вот Хоть стой Хоть падай Но это конечно В США Понятно Что Генетический анализ Надо делать всем И чем больше И быстрее Тем лучше То есть Как я понимаю Фонды Которые Кормятся И финансируют Эти проекты Они Собственно говоря Стимулируют Такие Исследования Ну еще найден Еще алфавит Углублен На 500 тысяч лет Тоже большое Крупное событие Потому что Я много говорю И недавно Выступал в Бийске На конференции По каллиграфии Ну так сказать Заочно О каллиграфии О письме Так вот Углубили Формирование Письменные Речи То есть Найдены Были Алфавиты Которым 4300 лет То есть Это очень Серьезно Это очень Углубляет Наше представление О возникновении Письменности Что Как я считаю В общем Очень важно Для нас Поскольку Письменность Это тот Самый Случай Когда мы Можем Оторвать Свою мысль От себя Любимого То есть Как только Появились Способ Вне Человеческого Сохранения Информации Наша Эволюция Эволюция Человечества Пошла Семимильными Путями Потому что Носителей Сознания Об этом Пишу В своих Книгах Их на самом деле Очень немного Ну посмотрите На популяризаторов Науки Там все ясно К сожалению Их очень Немного И поэтому Если бы не было Письменности То передать К другому Человеку Информацию О которой Ты додумался Было очень Сложно Поэтому Письменность Она сыграла Колоссальную роль В нашей эволюции Трудно даже Ее переоценить Теперь давайте Перейдем К вашим Вопросам Чем Определяется Время В биологических Процессах Образование Калатерали Раз в 40 дней И во время Считывания Позиционного Сигнала Клетка Время Определяется Очень простыми Вещами Я этим Занимался Оно В значительной Степени Определяется В эмбриогенезе Если мы Говорим Про Эмбриогенез То оно Определяется Размерами Клеток Дело в том Что у амфибии Например Есть клетки Размером Там Где-то В 20 микрон Ну Хвостатые Бесхвостые Амфибии Лягушки И тритоны А есть Такие Тритоны Которых Очень любят Японцы В смысле Есть Называется Мегалобатрахусы Гигантские Саламандры Они ими Закусывают И у них Очень крупные Яйца Большие Клетки Ну и у нас Есть там Семереченский Лягушка Зуб Такой У которого Яйцеклетка 7 миллиметров А потом По 250 По 300 Микрон Нерепиталиальные Клетки На стадии Неруляции Вот у него По сравнению С тем же С нашей Шпортцевой Лягушкой Лабораторной Или С нашей Лягушкой Прудовой Которой в пруду Или Астромордой Лягушкой У него Клетки В десятки В сотни Раз больше И соответственно У них идут Медленно Процессы А у лягушек Быстрее Там недавно Была статья Большая О том Что китайцы Объединили Клетки Обезьяна Человека Это смешно Даже читать Поскольку Это все Для того Чтобы получить Грантовые Деньки Мы Много Много лет Назад Чуть не 40 лет Назад Пересаживали Ядро Из Головастика Из Клетки Лягушки В клетку Например Рыбки И смотрели Как они Развиваются Да там Скорость Деления Будет соответствовать Ядру То есть Будет похожа На головастика А форма Зародыш Там На ранних Стадиях Несколько делений Будет похожа На рыбку Поэтому Вот эта вся Ахинея Которую вам Рассказывают О том Что они Интегрировали Сейчас будут Органы Выращивать Это просто Откровенное Мелкое Жульничество Такие Флотирующие Культуры Получаются Из эмбриональных Тканей В культуре Клеток Всегда Если не давать Им прилипать К субстрату Поэтому Не берите В голову Эту ахинею Хотя Во всех Масс-меди Она прекрасно Проходит Итак Как лучше Смотришь На Половом Науки Там даже До 10 доходит Но это Примерно То же самое Что вы бы Уподобились Поведению Пьяной Пиявки В пруду Вот это 5-10% Потому что Мозг работает Весь И всегда Когда вы спите Он просто Потребляет Энергию То есть Уровень Обмена Падает И тогда Вы потребляете 10% От всей энергии Организма Думайте Напряженно 25 А вот эту Всю глупость Оставьте Психологам Пусть они Развлекаются Это в рамках Их профессии Как раз Хорошо подходит Чтобы объяснять Некомпетентным Людям За что Они с них Берут деньги Да Про Коллатерали Почему 40 дней Время синтеза Просто надо 40 дней Это условная Величина Там может быть И 25 Если вы Интенсивно Думаете В этой Областью От тех Проблем Для которых Она Приспособлена Или Вяло думаете Раз в 40 дней Это что Это просто У нас Скорость синтеза Очень высока И так В нейронах Почему Нисль Знаменитый Придумал Окраску По Нислю И описал Это Кризил Виолет Самая Классическая Окраска Для выявления Цитэштонической То есть Упорядоченности Организации Тел Нейронов Для чего Это было сделано На основании чего На основании того Что там есть И гладкая И шероховатая Эндоплазматическая Сеть вокруг Ядра Где идет Очень активный Синтез И поскольку Нейроны Не имеют Никаких Запасов Они Вынуждены Очень интенсивно Работать Я уже миллион раз Говорил Там запасов На 6 минут Поэтому Они должны Все время Производить И медиаторы И фрагменты Своих мембран И цитоскелетный Элемент То есть Очень много Чего синтезировать Поэтому там Гигантский Синтетический Аппарат Он и красится Кризил Виолетом По Нислю Что позволяет Выявлять нам Тела нейронов Так вот Этот синтез Он ограничен Он не бесконечен Поэтому 40 дней Поскольку Примерно 25 Там 45 дней Пока Насинтезируют Для того Чтобы образовать Коллатерали Это что Это белково-липидные Мембраны В большом количестве Которые постепенно Образуются Внутри Это скелет Да еще Синапсы Надо образовать Да еще К ним Медиаторы Подсинтезировать И подтащить Это тоже Очень непростое И очень Дорогое Дело То есть Просто так Это За один день Не сделаешь Не до конца Понимаю Почему вся психология Лженаука Психология Лишь свидетельствует Внешнее поведение И констатирует Его как научную основу Научная основа Достигается Двумя вещами Говорил Предсказанием Результат И методом Известной добавки Психологии Это не работает К тому же Психологические тесты 20-ти летней давности Сейчас уже не годятся Это говорит о том Что аксиоматика Несколько меняется Есть Физиологические тесты Которые воспроизводятся На протяжении 130 лет Но причем Психология Мне непонятно Если вы считаете Что Описание поведения Человека Является научным Хорошо Ну тогда Это типа этологии Но она меняется Как наш мир Вокруг нас Плохо Тут не то Что психология Психология Иногда Так сказать Помогает людям Особенно В критической ситуации Но эта помощь Ничем не отличается От помощи Соседского Я хочу понять Что твоя сосудистая система Находится в состоянии Деградации Если после трехчасовой Интеллектуальной работы Мозг кипит Это все плохо с мозгом И за какое время Мозг можно привести в порядок Значит Если у вас через три часа Мозг кипит Вы давно им не пользовались Понимаете Ну это как Старые тостерницы Которые не пользовались Гот А потом начинают В нее хлеб запихивать Она сначала горит Там же волоса Пыль То есть наша кожа Эпидермис Выгорает Воняет Бог знает как Ну а потом Постепенно Когда обгорит Вы ее почистите Щеточкой И начинает работать Вот если вы по три часа Интеллектуальной работы В мозг будете Заниматься Два-три месяца То вы во-первых Похудеете Очень сильно Что полезно А во-вторых Он перестанет дымиться Ну то есть Для этого нужно Его приучать Работать Никогда не поздно Спасти Оставшуюся Сосудистую систему Просто если вы Им не будете пользоваться То она в конце концов Околизирует И вся отомрет Будете как Извозчик Четыре слова Знаете А так Если вы начнете пользоваться Смотришь Что-нибудь И подвосстановится Хотя бы Не погибнет То что осталось Как максимально Рационально Можно получать Внутреннее вознаграждение В ходе интеллектуальной работы Ооо Это большая проблема Можно ли стимулировать Сахаром Нет Сахар сразу Вас отключит И делайте В процессе В результате работы Нет Сахар Это дело Такое Что Выключить мозги Можно тут же Алкоголем И сахаром В лёгкую Как говорил Остафьев С утра Выпил Весь день Свободен Ну потому что Алкоголь и сахар Сами понимаете То есть В этом отношении Нет Мозг должен Работать на голодничке Пусть лучше У вас Гликоген В печени Расщепит Смотришь Слегка Облегчитесь На полкилограммчик А стимулировать Сахаром Нет Мозг Как получил Сразу заснул Ну что Задача мозга Такая Наестся И выключится Поэтому его Стимулировать Нельзя Нет Отцу 82 года Поможет ли Каллиграф Приостановить Ослабление Умственных способностей 82 уже вряд ли Хотя Если вы сможете Его заинтересовать В чём я лично Сомневаюсь То Немножко Проводить Но у него Уже субстрата Почти нет Если он до этого Ничем таким Не занимался Мелкой моторик И субстратом То плохо Понимаете Новых нейронов Не появится Вы можете Конечно Сохранить ему Кровоток Оставшийся Но нового К сожалению Он не приобретёт Да Любая такая Деятельность Посильная Она хороша Лучше в огород выгоните Понятнее будет С лопатой Правда ли Что дневной сон Улучшает Работоспособность И память Является ли мифом О том Что великие люди Теслы Доспали По 2-5 часов Когда Вам врут Вы как-нибудь Здравомыслие Это включаете Да Есть такие люди Которые вообще Не спят Ну так они говорят То есть Они от усталости Выключаются На 5-10 минут Чего не помнят Ну у меня Только один вопрос А зачем Чего эти люди Сделали такого Что не сделал человек Который спал там По 8 часов в день Рената Скортезиус Декарт Знаменитый Он вообще спал Всё время до 11 Его уморила Одна полоумная Принцесса На гормональном Токсикозе Она вскакивала Каждое утро И требовала Чтоб он её учил С утра А он спал Всё время до обеда Ну сколько может Вы великий философ И физиолог Выдержать Конечно умер человек Не надо Перегибать палку Здесь Спите Сколько удается С возрастом Всё равно Будете меньше спать Ну что ж На этом мы сегодня Нашу передачу Нашу тему Исчерпали Я прощаюсь с вами Надеюсь Что В следующий раз Мы начнём Совсем другую тему Не связанную С моими книгами Морфология Сознания Которую я посвятил Тому Чтобы мамы И папы Которые интересуются Своими детьми Повнимательнее Они поаккуратнее Обращались С их созревающими Мозгами Мне кажется Что мозг Всё-таки Человека Это ценная И скажем так Необратимо Изменяемая Часть нашего тела Которая позволяет Нам Сохраняться Людьми Будьте внимательны К своим детям И постарайтесь Всё-таки Пользоваться Научным Звонанием А не Историями Про то Что мозг Работает На 5% А то Он и так Начнёт Действительно Работать На этом Я с вами Прощаюсь До свидания До свидания